привет любителям фрирайда как вообще поживаете чё как настроение не болеете сезона ждешь ждешь сезона мы тоже ждем мы ждем сезона и где вы начнете сезон знаете уже наверняка знаю что в основном все любители фрирайда начнут сезон шире геши потому что это на первый курорт который откроется ну курорты имеется ввиду где есть подъемники так то у нас он приисковый уже давно работает и люди там катаются в начале декабря скорее всего наш магазин сквот организует на курорты шире геш секторе е тесты соответственно там будут наши бренды которые позиционируются как фрирайдные то есть там будут и телос и мост и джентэм стик и дюпра скорее всего конечно же не все модели но официально объявляем о том что эти тесты уже будут есть одна маленькая ремарочка если нас не закроют всех на хрен на этот карантин а сейчас решили представить вам новый бренд эти доски тоже поедут у нас тесты в общем-то эти образцы и приехали специально под тесты это еще не новая коллекция и бренд называется соул стик у нас все со стиками связано джентэм стик мост сноу стик у нас еще вот сапы к сожалению не приехали которые мы летом ждали японские сапы они называются сои стик то есть в общем то все с палочками какими-то связано на палочках все катаемся в общем бренд называется соул стик и это достаточно свежий бренд и основал его один интересный человек про которого немножко расскажу нет это там не райдер какой-то известный не вряд ли вы продажи про него слышали хотя может быть и слышали если вы увлекаетесь таким спортом как каякинг зовут человека корон корон родился корон родился в южной африке хотя не знаю родился ли он там но однако он там вырос и катался на каяке еще в семидесятых годах вся его жизнь связана в основном тот с водными видами спорта такими как каякинг и серфинг даже в одно время участвовал в олимпиаде точнее 1992 год это летняя олимпиада в барселоне он участвовал с лалами на каяках по бурной воде ну наверняка вы знаете что такое за вид спорта в общем он там занял к 34 место но под на кого-то спортсмен да то есть он именно тренировался в коре по каякингу еще одним его достижением является прыжок ну точнее не знаю как это у каякеров называется в общем он с 31 метрового водопада сиганул сверху на каяки это причем было сделано в озеро тень это где как раз курорт горнолыжные известный французский то есть 31 метр это были на тебе как десятиэтажный дом я просто вообще не представляю но в воду наверное может быть это помягче приземление где-то там лет десять его этот рекорд держался пока какой-то черт там с 34 метрового не прыгнул на общем это какая-то жесть походу причем он какую-то даже однажды травму получил спины он тоже прыгал с какого-то большой высоты и просто в не очень глубокую воду и в итоге поломался там жутко в общем вся его так скажем жизнь спорт увлечение спортом и конструирование каяков то есть он еще и конструирует каяки на именно через водные виды спорта проходит но там чуть-чуть шейпер чуть-чуть шейпил какие-то там серфборды в восьмидесятых он там начали в середине перебрался в бельгию и почему-то там решил попробовать прокатиться на сноуборде ну точнее он там каким-то образом покатался на сноуборде ему понравилось и в то время невозможно было так вот прийти и купить сноуборд но я хочу сноуборд такого не было все тогда катались на лыжах сноуборд был какой-то жуткий underground и в общем он сам себе сделал доску и катался на ней причем эта доска была такая как сказать на жестких ботинках ну такая как сказать скоростная жесткая дисциплина в общем ему это дело понравилось и он открыл даже свой бренд где-то в начале девяностых который делал и каяки и сноуборды тоже ну то есть так скажем это все связано да вот у него для него это все связано он в общем то и сноуборды как скажем делает из-за того что они похожи вот на по движению серфа в воде ну и каяка тоже собственно по форме очень похож в начале двухтысячных он ушел из этой фирмы там перешел куть другую устал работать но это все опять же с каяками связано и в какой-то момент относительно недавно это было 2000 где-то 13 12 год это все с его слов он попробовал сноуборд мост понятное дело что да вот это все как-то связала нас и его на самом деле чуть-чуть отойду от этой от истории да вообще как я нашел этот бренд все очень просто есть такой в австрии ивент называется шопс first try это где съезжаются туда со всей европы ну кто может конечно представители магазинов и пробуют разные какие-то модели досок сноубордов креплений там может быть даже каких-то аксессуаров у них есть сайт на этом сайте может зарегистрироваться но в принципе любой бренд и выставить как бы не не он не оффлайн до свои доски там свою продукцию оффлайн и вот в оффлайне я увидел значит вот этот соусник понятное дело что шейпы мне понравились и я им написал он сказал что да ребят офигенно давайте попробуем правда гитя это уже русских много будет общался с русскими начать так никто ничего мне не заказал не купил ну вот мы решили рискнуть и привести этот бренд в общем под впечатлением от сноуборда мост и в нее еще был оригинал сен оригинал сен старенький если вы помните оригинал сена были не только вот эти вот дешевые какие-то комплекты к на котором каталась там вся россия в двухтысячных годах начали были фрирайдные вполне себе крутые хорошие доски в общем он на под впечатлением от этих досок сделал свою так скажем первую мягкую доску а ну и кстати после моста вообще больше ведь я все я никаких жестких никаких жестких креплений никаких жестких досок слаломных буду кататься исключительно на вот на сноусерфинге то есть ему понравилась эта тема который пропагандирует японские бренды ну и не только японские стал таким адептом этого стиля катания и опять же сделал свою новую доску и этой доской был была модель питч вим то есть вот она вот так вот выглядит да то есть понимаете да что она если сравнить ее с досками там мир масса или джентльмстика то по своему виду она вполне напоминает доска получилась очень удачная он ее делал собственно для себя думал что ну то я сам себе сделаю буду кататься но какой-то товарищ по попросил сделать ему такую же потом другой товарищ попросил сделать такую же в общем в 2017 году он организовал свой бренд называется soul stick причем это он не просто как скажем с нуля его начал да это бренд который у него есть еще бренд который называется soul waterman он делает каяки к этому моменту он уже переехал в канаду в то что в канаде и вот эти горные реки хорошие с хорошими с хорошей белой водой да там есть где покататься на каяках и там же и зимой хороший снег можно покататься на сноубордах то есть в общем он таком оказался правильном месте со всеми своими идеями и с 2017 года существует вот этот бренд и сейчас мы немножко разберем поконкретнее по каким-то моделям еще очень интересное у них как это слоган до фраза какая-то которая принадлежит бренду мне она тоже понравилось некоторые люди пристегивают доску к ногам а некоторые люди пристегивают доску к душе то в общем такой интересная фраза ну давайте начнем как раз тут спич wing это модель который проходит прям такой красной основной линии через его коллекцию она с самого начала существует у него и сейчас ее делают доска на самом деле это не чисто прям фрирайдная модель она как ни странно модель больше для карвинга подходит то есть на ней просто вот укладочки по жесткому снегу делать самое то но сами видите что здесь очень длинный нос и в принципе это так скажем современно модная тема с камроком то есть где у тебя между закладных находится кэмбер и рокерный нос но однако доска в основном предназначена именно для карвинга то есть по ней прям на жестком снегу на грумере на тратраченной трассе идеально кататься но естественно широкий нос с валу тэйл поможет этой доске себя хорошо чувствовать в целине поэтому доска подходит под это понятие как сноусерф ну точнее под те да то что пропагандирует эмос и джентэм стик что это повороты повороты резанные повороты повороты в метровом снегу повороты в миллиметровом грумере доска достаточно не жесткая такой средней жесткости очень direction очень направленное крепление смещено очень сильно назад задние поэтому в основном здесь будет такая стойка так скажем на задней ноге да и если например выход катаетесь по жесткому то наоборот надо будет загружать чуть-чуть вперед подсаживаться до чтобы карвить на в целине просто встаете на заднюю ногу и она будет глиссировать доска интересная забираем ее в наш сквот тест все забрали тест следующий доска модель называется shift в принципе похоже по своему так скажем по своим задачам на этот pitch wing да то есть тот же самый камрок в середине кэмбер и рокерный нос но с немножко другими промерами здесь по уже талия кстати да забыл сказать что на пич винге талия достаточно широкая то есть если мы померяем 160 160 доска кстати в новом сезоне 160 доски нет там есть 155 157 тоже такую широченную доску делать длинные но смысла нету например вот у телоса аналогичные там широкие доски они не не больше 158 талии здесь 28 сантиметров до 28 сантиметров и достаточно много здесь чуть поменьше 27 но тоже она достаточно широкая но здесь немножко другая геометрия здесь шире нос и чуть-чуть уже талия естественно все доски они стейпером то есть нос шире хвоста причем местами намного шире по конструкции например вот на этой доске здесь видно что есть карбоновые стрингера которые придают чуть-чуть жесткости а вообще стандартно деревянные конструкции тополи и павловни 3 3 аксиальный фибер глаз и спеченый скользяк 7000 какой-то там 7 по жесткости это доска чуть чуть жестче чем пич винг но мне кажется она пожестче за счет того что у него нет такого ярко выраженного хвоста вот конечно дает больше больше дуги даже прожимается легче но мне она все-таки чуть жестче до жестче этой что касается радиусов у всех досок радиуса не часть окружности а часть парабола да и из-за этого когда доска прогибается на склон как раз она дает вот эту вот хорошую такую ровную дугу при карвинге ну тут естественно тоже видно да что смещено назад сильно крепление это 157 доска за счет широченного носа она конечно будет всплывать в любом снегу и в общем то тоже на этой доске можно вполне кататься людям у кого обычная доска наверное какая-то там 165 я думаю что она вот на 157 вполне вы сможете покататься забираемые тест есть еще вот такая доска flashback тоже если сравнивать вот с этими двумя предыдущими во первых она спич вингом в в одном дизайне сделана выглядит она немножко конечно же по-другому но назначение у нее плюс минус такой же то есть это карвинг и возможность кататься в целине но при этом эта доска она какая-то супер жесткая прям наверно девяточку можно дать да то есть я не знаю десятку я бы давал только доскам таким таким как не знаю для бордер-кросс каким-то таким гоночным этой вполне можно дать девятку достаточно жесткая доска она очень широкая здесь в талии 28 с лишним под креплениями кстати столько же 28 с половиной и тут 28 с половиной то есть в принципе перекантовываться на ней можно не боясь цепляться до москами за снег вы не будете в такой ну в не очень разве развернутой позиции поэтому для карвинга она будет хороша достаточно длинный хвост соответственно контактная длина тоже приличная весьма и не будет срываться никуда но из-за своей жесткости конечно надо уметь ее нагрузить так чтобы поехать поехать правильно грамотно хорошо в повороте такой доски в новом сезоне уже нету в отличие например от того же пич винга и шифта скорее всего из-за той жесткости который сама по себе доска является она похожа на самом деле на телос который бэкслэш называется да но я бы сказал что телос все-таки помягче но заберем ее в тесты попробуйте покатайтесь возможно что просто человек который весит побольше сможет ее прилично нагрузить ну такой интерес интересная доска следующая модель которую мы рассмотрим это называется скрамблер в принципе тот же формат доски да тот же камерок но здесь поуже талия что соответственно будет наверное чуть быстрее при перекантовки возможно что не очень на ней будет хорошо именно карвить но возможно да если вы развернете у нее достаточно длинный нос то есть она цена дирекшенал но смещен но задняя нога не так близко к хвосту то есть тут еще достаточно прилично есть контактной длины ну так скажем она уже более-менее стандартных габаритов по всей видимости то есть давайте посмотрим талию до талии 25 ну это уже так скажем человеческая талия позиционируется доска как кататься везде то есть в принципе опять же из-за достаточно длинного хвоста и отсутствие вот этой контактной длины на носу да то есть также как например у дюпры да у него длинный нос но он не работает на жестком снегу есть какая-то тайна в конструкции носа до чтобы нос не дребезжал как то там у бренда соус тик этот технологии называется не помню как и честно говоря даже не буду искать сейчас как но дело в том что они пишут так что эта технология является секретом и если бы все если бы они об этом рассказали все бы стали делать так поэтому поверим на слово да что так она и есть то есть это универсальная доска на ней в общем то даже можно и в парке покататься потому что быстро можно перекантоваться переехать там через от одной стенки к другой что-то такое то есть еще такая универсальная доска которые которые заявлено что она может всего 155 ростовка она наверно не подойдет рам очень тяжелым людям но я думаю но килограмм до 70 до 75 может подойти тоже она забирается в тесты теперь поговорим вот про эту доску модель называется pocket rocket и если вы внимательно следите за всякими сноубордическими иностранными каналами то возможно найдете что angry snowboard просто так захейтил этот сноуборд просто вот я не знаю это это худшая доска в мире который только может быть я сразу оговорюсь этой модели нету в коллекции в новом год в новом году да я даже не знаю какого-то года модель может он там 18-19 но скажу в защиту то что ребята которые тестировали эту доску они катались на жестком снегу и катались они пытались на ней карвить ну в таком стиле как вот ну такие сносерф до карвить на жестком снегу и в целине то есть целине я что-то видео от них не видел для карвинга конечно абсолютно не предназначена у него просто адски сопливый нос и даже на видео видно когда люди пытаются там делать поворот этот нос вибрирует как не знаю как вибратор вообще доска очень такая мягкая нос просто супер мягкие то если вы прожимать середину середины конечно по пожестче конечно же да теперь после там видео которое выложили ангри сноубордс предвзятое отношение к такой доске будет у всех у нас у нас она есть она будет в тестах мы уже знаем что кататься на ней в карвинге то есть по трассе просто невозможно поэтому надеюсь что ну может быть она себя покажет поинтереснее в при катании в по целине то есть в принципе у нее все для этого есть поэтому посмотрим ну неоднозначная доска пока подождем женский сноуборд гелл паудр гелл паудр гелл пауэр в общем это женская доска опять же снова серф нас с небольшим раздвоением хвоста который но в общем то ничего не дает при катании по жесткому потому что контактная длина достаточно большая у доски она direction понятное дело что длинный нос опять же рокерный будет хорошо всплывать отличие так скажем от многих других брендов это жесткость доски вот это вот сто сорок девятая она в общем то жесткая такая как это сказать вполне для пацанов да но в общем то с соул стик говорит что ну а чё такое быть почему девочкам делают доски как будто они не умеют кататься поэтому общем-то доска для заряженных девочек которые знают как нужно сноуборд нагрузить так что для девочек у нас тоже будет доска надеюсь что ни одна но вот я имею ввиду что вот эта модель и надеюсь что шерегеше будет все-таки снежок они как в прошлом году в начале декабря забираем ее тесты девочек тоже прошу к нам заходите следующая доска называется frequent flyer она тоже общем-то наверное по дизайну похоже на какую-то девочковую доску потому что тут какая-то сакура изображена такая но это вполне мужская доска 157 у нас есть еще черный вариант доски немножко там другой дизайн по жесткости средняя жесткость она скорее похожа на так скажем доску для фристайла и в общем то позиционируется брендом опять же как доска для фристайла на ней можно и покататься и в парке но из-за того что она дирекшенал то есть слегка слегка но прилично нос длиннее хвоста сейчас посмотрим если тут пинтейл ну есть небольшой да на сантиметр на сантиметр нос шире чем хвост то есть принципе доска по своим таким скажем внешним данным вполне подходит для катания и в парке но чуть-чуть длинноватый нос дает возможность погонять и в целине так что тоже в тесты нет вот эту кстати сакуру белую на тесты не возьму оставлю здесь магазине возьмем мы с собой черную доску интересный момент вот если вы видите здесь есть закладные под крепление для сплита то есть в общем то имеется ввиду что доску можно распилить но по моему в двадцать первом году вообще кто доски купили ту же но однако корон заложил сюда эту возможность почему бы ей при желании не воспользоваться вдруг есть такие люди которые до сих пор пилят доски почему бы нет то есть тесты у нас поедет доска черного цвета беленькая останется в магазине мы просто не хочется не хочется пачкать она такая красивая будет продаваться здесь ценник по моему у всех этих досок примерно сорок девять пятьдесят пять тысяч только одна дороже стоит про которые потом покажу это как раз сплит вот эта вот штука one seven nine 179 ростовка то есть она выше меня я вообще не высокого роста по жесткости я бы не сказал что она прям такая супер жесткая для такого для такой ростовки то есть это скорее доска такая получается для любителей так давать просто таких плавных дуг а то и вообще по прямой гонять по по прогибу все тот же камрок причем в основном все доски сделаны ну с достаточно длинной контактной длиной да у них в отличие от того же от той же дюпра да вот такого нет длинного носа веса только вот эта одна доска имеет очень длинный нос и маленькую контактную длину ну вот на ней общем ты как показал показала практика не очень здорово гонять а тут длинный достаточно хвост то есть она чуть больше так больше похоже такой на классический свалу тейл хотя вырез не такой же длинный если сравнивать с какими другими досками у нас но однако все равно хвост будет цели не хорошенечко проминаться даст возможность более резкий такой поворот сделать интересно будет на такой на накатнуться таком скоростном режиме по жесткой трассе ну шире геши же трассы сера трачится да поэтому у вас будет такая возможность в общем 179 доска интересная интересная дизайн у нее интересный тоже вообще у досок у некоторых такой явный японский дизайн вот тут даже его заклеивать не хочется тут какая-то низи нарисовано ну ладно приклеим потому что надо пометить все пометим доска кстати называется кофе карвер в принципе предназначена для того же карвинга но видимо уже для таких достаточно крупных людей по весу да раз она такая длинная но по ширине то она в общем то не самая длинная не самая широкая точнее здесь 25 с половиной сантиметров и под передним креплением 26 с копеечками под задним ну столько же до 26 то есть в общем то под очень большие размеры ноги она вряд ли подойдет то есть либо устанавливать достаточно резкие углы но резкие углы на такую длинную доску можно поставить и кататься просто в каком-то стиле жестких досок да вот эта доска очень красиво это прям супер красивая доска это это сплит и модель плита такая же как вот эта доска но мне кажется что на самом деле она пожестче этот покет рокет но сплит к сожалению на ней нет замков поэтому я как-то не могу потестить так скажем помять ее целиком и полностью мягковато конечно надо одну но может быть как-то как сплит вариант она и будет поинтересней это кстати 165 и 165 давайте-ка их друг на дружку наложим рук на дружку мы их наложим что мы увидим да собственно никаких сюрпризов они одинаковые ну надеюсь что эти даже эта доска и естественно это будут хороши целине потому как на жестком они уже не хороши это мы все знаем и видели конечно жалко что они нет замочков ну если мы успеем найти замочки и скрутить ее тогда возьмем с собой на тестов шерегеш и теперь мы подобрались вот к такой доски это очень оригинальная хотя такую форму доски это не не первые придумали ребята такой по моему был у у кого такая доска была у какого бренда напишите напишите в комментариях я помню но не буду вам говорить доска этот чистый рокер да то есть от носа до хвоста рокер direction сильно смещено на все назад в общем-то расчет какой что это серф да то есть она будет себя вести в целине как серф поворачивать за счет того что за счет своего прогиба обратного и за счет наклона до райдера тут больше ничего то есть радиуса тут конечно же нет и это доска естественно сделано чисто для паудера то есть для такого мягкого постоянного паудера который мы наверное можем найти как раз сибири в принципе есть видео в интернете на такой доске люди катаются и в лесу может быть он не такой частый как некоторые участки в опять же сибирс на сибирских сибирских горах но однако можно можно ли на ней к прокатиться по жесткой трассе ну смысле там куда-то доехать если прямо совсем чуть-чуть и там я не знаю вы выехали из леса с целиной и вам надо проехать там ну не знаю 100 метров до подъемника ну то можно теоретически можно у него здесь вот тут на хвосте да есть небольшой радиус да то есть как-то там можно извратиться но если у вас есть выбор поехать вниз там по трассе или там дайте вверх там двадцать метров но даже пускай 100 до подъемника или там километр вниз ехать по трассе то лучше снимите и идите вверх на подъемник тут кстати тоже и закладные под под сплит то есть ее можно конечно распилить но мне было бы жалко и пилить очень интересная доска конечно не всегда далеко не всегда есть такая целина причем это целина должна быть прямо целина целина то есть например на камчатке когда вы с вертолета выходите у вас возможно будут какие-то сначала задутые торосы какой-то лед и только после там пары сотен метров по такой поверхности не очень начинается powder так вот на такой доске в таком месте кататься но будет невозможно то есть эта доска сразу для чистого powder а то есть как только вы вот я не знаю на самом деле может быть на ней можно хорошо кататься вот опять в том же приисковым да когда рад рак вас привозят и ну в принципе бывает там да где-то на верхах там жестко очень но не не очень много и обычно если жестко туда людей не возят так скажем а вот уже там ближе к лесу там такой мягенький снег вот на такой я думаю доске там будет отлично ну или на каких-то полях ну на камчатке наверно да на полях но для этого нужно как ты к этим полям попасть то есть скорее всего это не вертолетное катание катание с снежными со скиду до когда вы на снежном моцики въезжаете находите какой-то язык с целеной и катаетесь по нему а свой драндулет спускайте вниз у них есть такая опция он просто потихонечку едет где-то там рядом с вами вниз в общем доска интересная надеюсь что сможем ее потестировать шерегеши на хорошем снежочки и и кстати нету в этом сезоне то есть это все как я уже говорил доски прошлых лет прошлых каких-то годов в этом сезоне и нет почему ее нет ну потому что скорее всего такая доска очень очень редко продаваемая вообще весь этот бренд позиционируется короном как такой бутик бренда то есть он маленькие маленькие партии только под заказ каких-то специальных магазинов типу нашего сквата вир фрирайд который мы любим такие всякие оригинальные досочки такая доска конечно же ну это даже не вторая доска да то есть вы на себе какой-то купите доску не знаю для фрирайда какую-то доску может быть для парка может быть какая-то универсальная будет такая туда-сюда но в общем купите сплит то есть это даже не не третья доска получится то есть это какая-то супер специальная доска при этом ну стоит она как любой другой сноуборд поэтому скорее всего продаются они значительно значительно меньше и она будет вероятно выпускаться там от времени к времени да то есть там какой-то возникнет спрос не возникнет общем посмотрим вот такая коллекция поедет с нами на тесты сквот мы еще будем показывать какие какие доски мы туда повезем так что следите за нашим каналом приходите в соответственно магазин сквот здесь можно будет посмотреть ну вот эти доски правда здесь не останутся мы их сразу упакуем и отправим поближе к шерегешу но у нас уже есть и новые гнушки и новые лептехи и новые бертоны в общем поставочки уже приходят поэтому приходите к нам магазин смотрите наши доски главное покупайте их потому что кататься вы же будете не на пакетиках кататься должны на хороших досках и увидимся в следующих видео всем пока